Слышишь, женщина? Что? Я говорю, создавай кружок. Женский клуб. Так, опа. Ну что, всем привет. Ждем Мишку, да. Нашли его дом, пришли. Нас Оксана покормила, поила. Вот, приехали мы. На Насте Шарко, нашей любимой Насте. Она нас довезла. И теперь ждем. Ждем Мишку, который где-то застрял в московских пробках ваших. Но точно не в наших. Как сам шикарный. Единственное, что очень долгий день. Сегодня проснулись в 5 утра. Ляжем спать не раньше, чем послезавтра. Ну, грех жаловаться. Летим-то в Доминикану. Опа. Так, ты на сушке какой вес? Нет, я не на сушке. Я просто активно сейчас тренируюсь. Сейчас пару дней надо доспаться и будем заниматься по 3 раза в день. Вес 112. Тату класс, спасибо. Чего у нас еще хорошего? На самом деле, я жду Мишу несколько меркантирное. Даже не просто, чтобы его увидеть. Хотя это, конечно же, разумеется, первичное. Жду его, чтобы поболтать по поводу своего последнего видео. Потому что что-то мою мысль практически никто нахрен не понял. А мысль моя последняя, если кто смотрел на Ютубе или в Инстаграме, она простая. Мне крайне непонятно и не нравится Россия в плане того, что все у нас, сука, хотят халявы. И проходит это в чем? Допустим, Лешка Лисуков, мой хороший знакомый, едет в Америку, а его приглашает в знаменитый журнал. Он вместе с ними едет сниматься. Снимается день-два. Мало того, что они его размещают у себя в классном журнале. Дают о нем известность, информацию. В аэропорту ему дают конверт. Леша открывает, а там все хорошо. Он спрашивает, что это? Они говорят, слушайте, извините, мы не успели подписать с вами контракт. Но это спасибо, что вы с вами снялись. Вот как бы наша благодарность, это вот так. Я, собственно, все об этом. Мне очень сильно не нравится. Я даже не говорю о себе, потому что этот пранк, который я снял, он больше о других. Вот, допустим, снимается тот же самый Мишка, как Ляев, у которого там под 170 тысяч подписчиков. Приходится ему рекламировать какой-нибудь крем или какие-нибудь таблетки. И начинают подписчики орать. Ааа, мало того, что монетизация, так еще вот опустились. Снимают всякие вонючие крема и еще что-то. Надо понимать, что у блогера это работа. И, господа, если кому-то не нравится реклама, или кому-то не нравится монетизация, или то, что рекламируется, еще какие-то товары, но скидывайтесь по 10 рублей, 100 тысяч подписчиков по 10 рублей. Ваш любимый блогер будет иметь в этом случае целый миллион. Но ведь никто не скинется 10 рублей. Не потому, что их жалко. Жалко не 10 рублей, жалко, что просто у блогера будет миллион, которого не будет у кого-то из этих людей, которые такие вещи начинают писать. Собственно, пранк был такой, но мало кто его понял. Собственно, вот так. Саня, мясные кушаешь на ночь? Честно говоря, на ночь хочется чем-нибудь обычно сладенького. И мы летом едим фрукты. Это больше какая-то черничка, это больше земляничка. Вот, собственно, вот так вот. Ух ты, кто-то написал на арабском, я, к сожалению, не читаю. Нужно ли сделать перерывы спорт-питания? Спорт-питание ничем не отличается от другого питания, смотря в чем. В кариатине однозначно надо. Витамины можно принимать практически на постоянной основе, но летом можно от них отказаться, если у вас много фруктов и витаминов. Протеинчик? Ну, в зависимости, как вы интенсивно тренируетесь, чтобы не грызонуть почки. Так, а вот ведь. Пишите еще раз, потому что я не успел прочитать, пока размышлял. Так, фрукты дорогие нынче? Не знаю. Черника у нас в Петербурге стоит 200 рублей, ну, винир, что, Петя и Петя. Так, это был индийский. Так, понял, но, к сожалению, не прочитал. Так, я очень добрый человек. Вы меня просто плохо знаете. На самом деле, да, человек достаточно добрый, но хорошим, наверное, назвать нельзя. Так, симпатяга, спасибо. Нет, я очень глубоко верующий человек. Просто вопрос, вера и религия не всегда лежат в одной плоскости, а, к сожалению, иногда это антагонисты. Тренировки стоят 2000 рублей. Зачем накрасил ногти? Потому что масеньки такого же цвета. Так, тут парком не что-то успевает писать. Так, почему, когда пресс качаешь, ляжки забиваются? Так, потому что не надо держаться ногами. Сделайте ноги свободными, это будет качаться у вас вверх. Так, сами грудные растут? Нет, я вообще сейчас отошел от силовых и начинаю делать все на количество. Последнее, что сделал? Сделал 65 килограммов на 49 раз. Чего-то не дотянул последнее. Так, что я говорю 20 тысяч? 20 тысяч тренировки? 20 тысяч тренировки стоят в месяц, а разовая тренировка стоит 2. Что скажу про аналит? Спрашивали уже, когда я с ним этим занялся, что я по этому поводу думаю. Да ничего, я по этому поводу не думаю. Как гербалов и все остальное, в них есть много интересных, хороших вещей, но это сочевая пирамида, которая подразумевает о том, что каждое из вино на этом должно нажить. Поэтому достаточно неплохие вещи, просто по несколько завышенной или сильно завышенной цене. В диетах разбираешься? Нет, в диетах я не разбираюсь, потому что диета особо плохое, а вот правильное питание совершенно другое. Сколько стоит тату? У нас везде друзья, поэтому ничего не стоит. Аргинин, блютамин, корнитин. Нужны ли перерывы в использовании? Да нет, эти добавки вполне однозначно можно принимать. Так, я бегу по улице, кричу, жужа. Так, Саня, тебе 40 лет? Ни хрена тебе его дали. Почему-то мне 40 лет. Из чего это такое вдруг предположение? Мне казалось, выгляжу моложе. Слышал о проекте Венера, нет. И по этому поводу у меня никакого мнения нет. Саня, ты набрал, что в чем-то заливало? Может быть, не выспался, а может быть, потому что лежу. Может быть, сесть. Ну-ка попробуем. Так, сколько мне лет? 18+. Так, ты быстро говори, иначе я не пойму. Да, есть такое. Так, ты как лево. Да. Вот он. Здрасте.